Сейчас шайба в зоне Оскаров, они с ней катаются, врезаются в стены, всеческо извлекаются. Игра пока слегка бестолковая, все пытаются что-то сделать. Так, Оскара подплатили шайбу, поехали, отлично, есть шанс выйти один на один или бросить опасно. Бросок следует, но воротарь с легкостью с ним справляется. Абсолютно никаких сложностей не поставил этот бросок перед воротарем. Оскар по-прежнему в атаке. Неплохой наброс, но чуть дальше, и у тигров есть шанс для контратаки. Вартарь пытается помешать нападающему, вроде бы все ему удается, но это был Мазилл нападающий, он смог восстановиться после удара и бросить по воротам. Счет открыт, 1-0. Итак, вбрасывание, и снова тигры выигрывают вбрасывание. Тигры вбрасывание выиграли, шайба пролетела далеко, далеко куда-то вверх, и пролетела в зону тигров. Ну, все правильно. Пока шайба у вас в зоне, вам не забьют. За вашими воротами особенно. Вартарь не очень удачно выкинул. И теперь Оскар начинает свою атаку. Как-то слегка нам взвозь бестолкова, но тем не менее все получилось неплохо. Ну, серия взаимных ошибок, и Оскары неплохо момент имели, но ничего не сложилось. Шайба катается справа налево, слева направо. Один гол уже забит. Больше ничего вроде нет такого, что можно было прокомментировать. Отлично. Тигры подковырали еще одну ошибку Оскаров, но забить не смогли. Тигры защищаются рядом со своей зоной. Ну, не смогли выйти, но не ошиблись. И вот, да, неплохая попытка была на набросе вперед, но нападающий шайбу не смог получить. Вот Оскаров был неплохой момент с набросом вперед. В общем, непонятно. Игра в центре поля. Без особых ошибок, без особых шансов. А вот, после ошибки не вижу чьей. Шайба забрасывает Пророк. И счет сравнен. Один-один счет равный. Снова бросание. Шайба идёт в зону Оскаров за их ворота. Первым на ней вратарь. Выбрасывает её обратно в центр. Ну и тут снова игра без особых изысков. Дальний борцог Оскаров. Ну, там, ворота встал на воротах. Вряд ли это было очень опасным. Вот. Тигры стоят втроем в своей зоне. Шайбы выбросили в зону Оскаров. Не совсем понятно для чего. Соответственно, Оскары легко владели и пытаются начать свою атаку. Ну да, вот похоже, есть у них шанс для броска. Один из нападающих поехал на угол ворот. Ну да, так, но угол ворот не ездит, конечно. Что можно сказать по первым минутам матча? Вратари особо не подключаются к игре. Сейчас был отличный момент у Оскаров. Кто-то не попал у ворота, попал в штангу. Но, тем не менее, момент продолжается. Нет, не точный бросок. И момент, и по-прежнему атака. Очень острый момент. Кто-то просто невероятно ошибся. Это должен быть стопроцентный гол. Ну, таких шансов, извините, за всю игру вряд ли они ещё получат. Ну и всё справедливо. У Тигров есть шанс выйти один-один. Бросок по воротам. Куда же катится шайба? А шайба катится мимо. Доктор Пива расстроен. Ну, что же сделать? Надо забивать было. Не только Доктор Пива нужно было забивать. Сейчас вот и Тигры должны были забивать. Но этим у меня счёт один-один. Неплохой шанс у Оскаров есть. Нужно поводиться. Не получилось. Итак, я хотел сказать что-то умное по поводу таксей команд. Ну, что можно сказать? Воротари особо не подключаются. По сути, игра идёт 2 на 2. Плюс страхующий воротарь. Поэтому особых изысков мы не видим. Никакой осады. Плавное перекатывание туда-сюда. Тигры пытались ехать за ворота. Вот неплохая была передача. Но тот, кто впереди у тигров был, шайба работать не смог, к сожалению. Оскара неплохо пытались разыграть. Но почему-то второй нападающий Оскаров взял и подъехал. Какой-то должен был дать ему пас. Он же не может дать ему пас на полтора сантиметра. Правильно? Ну, вот поэтому атака и погибла. Ватарь тем не менее выбивает шайбу. До конца периода остаётся 7 секунд. Шайба в углу площадки Оскаров. Есть шанс на бросок. Бросок следует. Шайба попадает в штангу. Отличный шанс был. И первый период заканчивается 1-1. Ну что, игра довольно равная. По шансам тоже всё абсолютно равно. Пара штанг там, пара штанг здесь. Здесь в целом всё справедливо, на мой взгляд. Несмотря на то, что доктор Пива очень расстроен. И много кто из команд Оскаров очень расстроены. Отличились Галай Мамазила и Пророк. Смотрим второй период. Вбрасывание. Шайба следует снова в зону Оскаров. И подсчёт. Круг подсчёта вокруг своих вороц. Кто-то совершает с ней. Забрасывает, вернее, её. На круг подсчёта. Попытка сделать передачу. Вперёд. Передача вперёд следует потом назад. Какие-то хитрые розыгрыши тут. Что-то очень невероятно сложное. И неплохой бросок в ворота. И отличный гол забивает Пророк. Ну, курьёзный гол забивает Пророк. Кто-то на воротах слегка накосячил. Мягко говоря. И тем временем, пока радовались. Мазила имел... Пока команда Оскаров радовалась, Мазила имел шанс сравнять счёт. Но, к сожалению, Со вбрасывания Он бросил и попал только лишь в штангу. Причём не в одну, а в две сразу. Сначала в одну, а потом в другую. Теперь Оскар ответственность той же любезностью. Бросили в штангу. Ну, правда, с позиции... Ну, возможно, примерно с такой же позиции. Вернее, с эквивалентной позиции. То есть, не так далеко, но зато с угла. Оскар пытается перейти в контратаку. Дворотарь выходит, пытается выбить. Интересно, успеет первым. Да, успевает первым. Не ошибается. Харьба в средней зоне. Мы смотрим на неё глубоко сверху. Снова шарьба бессмысленно катается туда-сюда. Катается, летает. Следует по диагонали. Сейчас, например, она в зоне Оскаров. Неплохая игра в воздухе. Серия взаимных ошибок. Шарьба остаётся по-прежнему в зоне Оскаров, но теперь в другом углу находится. Борьба-борьба-борьба. Чем же она закончится? Попытка сделать передачу. Игрок, как обычно, заковырялся с шайбой и получили опасный бросок по своим воротам. Ну, как опасный. Ворот должен быть раза в 4 шире, наверное, чтобы он попал в ворота. А вот это похоже на гол. Да. Мозила в центре подкороливает шайбу и так из центра попадает по воротам. Счёт сольца 2-2. Мозила молодец. Вбрасывание. И снова шайба тихонечко следует в зону Оскаров. Тихонечко-тихонечко в свой любимый правый угол. Для Оскаров левый. Неплохой розыгрыш. Демонстрирует команда Оскаров. Но наряду с таким розыгрышем ужасные косяки там в передачах в центре уже. И каким-то просто невероятно чудом не забивает кто-то там из команды тигров. Неплохой розыгрыш. И Оскар имеет шанс сравнять даже несколько раз. Да, хороший-хороший розыгрыш. И по праву забивает свою шайбу трудовую, заслуженную. Пророк. Причём пророк делает хет-трик. Счёт 3-2. Отлично разыграли. Всех обманули. Кого только можно. Некоторых даже по два раза. Снова шайба после выбрасывания потихонечку, полигонечку следует в свой излюбленный правый угол в зоне Оскаров. Наброс на ворота. Оскары с ним легко справляются. Задумчиво смотрят на шайбу. Идёт с ней вперёд. Нет. Тыкают её вперёд. Здесь должна стать лёгкой добычей кого-то из тигров. Синих, белых. Вообще вот интересная аллегория. Тигры вроде бы белые, но на самом деле синие. И именно из-за этого им забивают четвёртый шайбу. И это делает снова Пророк. 4-2. Мазиле пора браться за дело. Обрасывание. Традиционно шайба следует в направлении правого угла. Её настигает Мазилла. Бросает поворотом. Кто-то из защитников её блокирует. Оскара начинает свою атаку. Шайба в любимом месте своём. По-моему, шайба в этом месте процентов 40 всего матча находится. Да, у тигров есть шанс сделать передачу. Немножко не точно, но сыграно было неплохо. Задумано неплохо, чуть-чуть неточное исполнение. Вратарь что-то придумал. И это есть шанс получить пятую шайбу. Кто-то, кажется, защитник успел кто-то. Немножко неудачно сыграл нападающий. Шанс по воротам бросить по-прежнему есть, но не точно. Ну, действительно, 4-2 хватит по равной игре. Тигры пытаются активизироваться. Пас вперёд неплохой, но игрок за него не зацепился. Нужно было его остановить, этот пас, а не давать ему проходить мимо. Попытка броска неточная, чуть бы они врезали себе шайбу. Туда-сюда, всё такое прочее. Шайба летает, летает, приземляется за воротами Оскаров. Приземляется за воротами Оскаров. И катается теперь в левом углу. А теперь снова в правом. По логике вещей, это должно быть слово в левом. Нет? Нет, теперь она по логике вещей хочет последовать в зону тигров. Неплохой дриблинг. Интересно, игрок сможет впасть в ворота или нет? Не смог. Ну что ж, бывает такое. Но дриблинг был неплохой. Действительно. Это, видимо, был доктор пива, потому что он очень расстроен. Хотя не факт. Наброс снова на ворота тигров. Оскары активизировались. Ох, это мог быть неплохой. Это мог быть красивый гол, но шайба ворота не попадает. И следует в направлении правого угла зоны Оскаров. Здесь игрок команды Оскара на шайбе первой отбрасывает ее другому своему игроку. Когда-то они абстрактно выбивают. В общем, непонятное перебрасывание шайбы до сюда закончилось вторым перерывом. Итак, счет 4-2. Второй период окончен. Начинается третий. Все четыре шайбы в составе команды Оскара забил Пророк, а у тигров два раза отличился Мазила. Смотрим третий период. Смотрим. Смотрим. Шайба вновь следует направлению правого угла команды Оскаров. Сильный бросок. Я не понял, куда летит шайба в ворота или нет, но кто-то ее сблокировал. Сблокировал? Молодец. Можешь взять пирожок. Игроки команды Оскаров вдвоем направлены к шайбе. Добирается до нее, но там была борьба. В общем, борьба, борьба, борьба. И шайба снова летает туда-сюда. Без особого смысла и моментов. Дальний бросок. Кто-то из Оскаров подкараулю шайбу. Бросил с центра поля, но не попал. Шайбу контролирует Оскары в зоне тигров. Вот они ее потеряли. Теперь тигры пытаются контратаковать. Вортель стал на место. Кто-то пытался открыться впереди, но шайба потеряна. Неплохой момент. Есть шанс бросить. Кажется, это пророк снова. Что же он будет делать? Он, но, к сожалению, бросок у него не получился. Или к счастью. Кому к сожалению, кому к счастью. Тигры атакуют. Пью. Мощнейший бросок. Наверное, это был Мазива. Только он так может кидать. Но, к счастью, ворота не попал. Ни в свои, ни в чужие. Наброс на ворота Оскаров. Неплохой бросок. Вот одна из интересных комбинаций, которые сегодня были нечасто. Но голым она не завершилась. В команде Оскаров есть небольшой шанс успеть на шайбу первым. Да, не успевают. Вот я почему-то не вышел. Есть шанс сбросить. Ну, да. Такие броски нам, наверное, не знаю, кому нам. Оскаров не помогут. Такие броски. Надо попадать в ворота. Кто-то из тигров на правом углу. Любимая точка РЗ. Но шайба летит мимо. Ну, да. Игра, на самом деле, такая довольно равная. Шайба летает из зоны в зону. По паре бросков делают игроки. Пока более удачливы тигры. Ну, в принципе, я не вижу каких-то проблем у Оскаров, в которых... Вернее, пока более удачливы Оскары, они выигрывают 4-2. Но тигры вполне могут сравнять. Просто я должен два раза повести. Тем временем, Оскары дальним броском попадают снова в штангу. В штангу, причем оставленных пустыми ворот. кто-то опять мог бросить по пустым воротам оставленным Оскара, кто-то из тигров. Но почему-то не получилось просок. Или он даже не хотел бросить. Как-то сказать, аккуратнее. Две минуты остается на две шайбы. Это вполне реально. Никаких проблем нет с тем, чтобы забросить две шайбы за две минуты. Но нужно их забрасывать. Вот отличный шанс был. Поторопился чуть-чуть игрок тигров попал в штангу. Шайба команда Оскаров шайбой владеет. И, похоже, это выход 1 на 1. Ну что, закончится вся игра на этом или нет? Посмотрим. Нет. Честно говоря, я не заметил, или это был или вратарь отличился, или кто-то из игроков попал в штангу. Тем временем выход 1 на 1 у тигров. Бросок. Гол. Мозилла реализует свой шанс. 4-3. Полторы минуты остаются для того, чтобы одну шайбу отыграть. Мозилла просит своих игроков собраться. Один из редких моментов таких в этом матче, когда вбрасывание выиграют Оскары. Ну, почему-то не торопятся тигры, хотя полторы минуты не так много. Было полторы, уже минута 10. Неплохой бросок. Хитрясовал около себя всех и бросил спиной к воротам. Если был бы гол, было бы очень расстройственно было бы тиграм, но не попал, тем не менее, кто-то. Хладнокровный аватарь подхватывает шайбу. Издали очень сильный набросов борт. Видимо, попытался бросить по ворту, он не попал. Отскок слабый, но добивание было два игрока. Да. Ну, тактически удобно хорошо, но немножко не повезло. 40 секунд. Счет 4-3. Шайба в обзоне тигров. Ворте опрессингуют. Шайба выброшена в среднюю зону и тут похоже, что особой опасности не должно быть. Да, Оскар аккуратненько все не подчищает, выкидывает шайбу обратно тиграм. Попробуйте что-нибудь нам показать сегодня. Как бы они говорят этим. И тигры таки показывают. Да, отличный пас на ход сопернику. Это реальный шанс забить пятую шайбу и все вопросы снять. Да, Провок забрасывает свою пятую шайбу. К сожалению, кто-то из ворта ошибся, непонятно совсем, кто это. В общем, вопросы снижены всем. Что мы сегодня увидели в матче? Я думаю, можно же подавить итоги. Осталось 10 секунд и две шайбы нужно забрасывать для того, чтобы счет сравнять, перевести игру в овертайм. Я думаю, этого не случится. Ну, уже к тому же осталось две, пока я все тирану рассказывал. Неплохая игра, две равные команды. По тактике я ничего особо сказать не могу. Я не видел какой-то осмысленной особой игры. Старались играть аккуратно, не приведя себе ничего такого особенного. Ну, и особого комбинирования тоже не было. Всем спасибо. Всего доброго. Смотрите нас еще. Субтитры сделал DimaTorzok